С 15 августа мы не можем добиться встречи с родственниками, ни телефонных звонков, никто по ней не беспокоится. Беспокоятся лишь врачи. Уже месяц, как в первой горбольнице, приютили 74-летнюю женщину. Это платье, наверное, да? Ночножки. Ветровка, бинты, памперсы, весь багаж Ляли Куропаткиной. Ее привезли сюда в августе, быстро поправили здоровье и не знают, что делать дальше. Восемь лет женщина вместе с дочерью жила на съемном жилье, пока одним утром хозяйка не заставила их съехать. Выгнала в общем. Но вы нашли другую квартиру, наверное? Нет. Нет? А как? Я попала сюда, а дочь я не видела. Из органов милиции мы выяснили, что дочь не желает забирать свою маму, что она ей не нужна, что дочь ведет разгульный образ жизни. По словам врачей, такие истории происходят постоянно. Например, когда никто не забирает человека, которого привезли из отдаленного района. Родственники не хотят ли или не могут, но такие пациенты, как правило, это пожилые люди, могут прождать в больнице несколько дней. Иностранцев здесь тоже лечат, потом им помогают вернуться домой, но случай с этой бабушкой сложный. Ляля Куропаткина – жительница Казахстана. У нее нет полиса, а значит больница должна ее выписать. У нее нет своего жилья в Барнауле, нет его и в Казахстане. И родных, кроме дочери, тоже нет. Вы не думаете, что она вас бросила? Нет, что бросила, не думаю. В настоящее время наша койка используется как хоспис. Мы ее уже научили ходить, она сама передвигается, все. Но у нас просто не поднимается рука вытолкнуть ее на улицу и сказать, что вот бог, вот порог. История Ляли заинтересовалась в соцзащите города. Женщина не хочет покидать Россию, поэтому сотрудники ищут ее дочь. Поговорить о судьбе матери. Если вдруг мы ее не найдем, то мы уже связываемся с управлением миграцией в Алтайском крае. Будем оказывать содействие в получении либо вида на жительство, либо гражданства Российской Федерации. Что касается социальной поддержки таких людей, выход один – это искать наши общественные организации некоммерческие, которые организуют социальные приюты для таких людей. И там, как правило, они за счет собственных средств оказывают поддержку этим людям. Если на бабушку оформят все нужные документы, ее смогут определить в дом-интернат. И Ляли не останется на улице, а в больнице освободится целое койко-место в преддверии сезона гололеда. Свои вопросы о будущем женщины мы адресовали миграционной службе. Анастасия Дороган, София Яценко, Алексей Фризин, Данил Захаров. День с толком.